Привет, чуваки. Я с истории начну. Как меня слышно, во-первых? Нормально. Смотрите, вот у меня в руках такая книжка. Она называется «Культура бытия Евгения Найденова». Евгений Найденов — это фаундер компании, в которой я работаю. Где-то несколько лет назад он потратил много времени и составил книжку ценностей Ultimate Guitar. То есть она такая красивая, вот как-то кто выйдет впереди, видите, там картинки, дизайнер поработал, фаундер поработал, все красиво расставили, все правильно написано. И я помню пару лет назад я сижу в кабинете, вот так у меня лежит эта книга, что-то я ее открыл, не знаю, что это со мной было. Пришел ко мне один из ключевых чуваков, и у нас был такой с ним спор, такой рабочий конфликт, он что-то мне говорил, о чем-то мы с ним спорили. А я беру и на все его аргументы тупо зачитываю книги, но правда он не видит, что за книга. То есть он же мне что-то говорит, а я ему раз зачитываю, он видит, что я зачитываю, но не понимает откуда. И потом где-то третий раз, когда я зачитал, он говорит, что ты читаешь, что за фигня. Я говорю, ничего не напоминает, я говорю, ну хоть чуть-чуть, он говорит, вообще никаких мыслей. Я ему показываю, а он лояльный чувак, слушай, чувак, это ценности нашей компании. То есть получилось, что ценности-то мы и не знаем. Поэтому поговорим сегодня про ценности и про то, как из ценностей можно сделать ядерное оружие, продуктовые разработки, чтобы они на самом деле помогали. Так, кликер. Ценности аккуратно положу. Так, кликер. Во-первых, кто такие Ultimate Guitar? Ultimate Guitar это самый популярный, самый мощный в мире ресурс для музыкантов. Наша аудитория превышает 250 миллионов человек. Наше приложение для iPhone было многие-многие годы, было самым популярным в мире платным приложением в разделе музыка. В США, в Австралии, в Канаде, в UK, в общем, там, где платят деньги. И, в общем-то, всего этого мы добились с учетом того, что, в общем-то, ценности-то мы наших и не знали. И вопрос в том, что зачем в один прекрасный момент мне пришлось к ценностям к этим вернуться, да еще вам о них рассказывать. А случилось следующее. Мы вообще 20 лет были такие, нет, не 20, 18. В этом году нам 20, а 18 лет мы такие были чуваки-рак-н-ролльщики. Бизнес идет, рок-н-ролл, музыка, такой лайфстайл. И два года назад наш фаундер принял решение. Мы все-таки будем строить большую миллиардную компанию. Мы хотим начать расти не на десятки процентов, мы хотим начать расти в разы. И когда ты начинаешь расти в разы или хотя бы стремишься к этому, на каждом шагу, каждый шаг, на каждом шагу ты встречаешь какую-то сложность. То есть, представляете, например, я не знаю, вам нужны люди, да, для того, чтобы нанять людей, вам нужно нанять сразу на 30% больше людей. Вам нужны деньги. То есть, думайте, будут деньги, будет все хорошо. Нашел деньги, людей нет. То есть, найти людей – проблема. Потом нашел людей, оказывается, твоя старая система менеджмента для такого количества людей не работает. В общем-то, каждый шаг все сложнее и сложнее. Но когда ты все-таки этих людей нашел, что получается? Пришли новые люди, они задают кучу вопросов. По большому счету, они задают один и тот же вопрос. Как нам каждый день работать? Те люди, которые у вас были хорошие, так называемые, мы их называем ключевые чуваки, они передвинулись на некоторый следующий уровень. Они тоже спрашивают, как нам теперь работать? Раньше я был там, я не знаю, разработчиком, а теперь руководитель группы разработчиков. Или там руковожу проектом. Как мне каждый день принимать решение? Принимать ли мне решение самому или согласовывать с тобой? Когда я должен предоставлять результат? В общем, куча всяких вопросов. И получается, что у тебя, как у дурака, куча времени занимает ответы на эти вопросы. Можно сделать следующим образом. Можно вернуться к ценностям и сделать так, чтобы ценности сами отвечали на эти вопросы и работали за тебя менеджером. То есть вообще тема про ценности, это тема про то, как работать каждый день и как заменить тебя менеджера простыми ценностями, которые все знают. Но как вы видели про книгу, проблема в том, что когда ценностей очень много, их структуры непонятны, никто их не помнит. Поэтому мы на основании той книжки, которую я вам показывал, сделали такой кульбит. Мы выстроили очень простую элементарную систему, которая состоит из большой цели, смысла компании, смысла существования компании и четырех ценностей. Вот эти четыре ценности уже все знают и они работают. Сейчас я вам покажу и расскажу, как это все действует. То есть у нас есть одна большая цель, к которой мы идем примерно 10-12 лет. Цель это следующая. В мире должно быть не менее 1 миллиарда музыкантов. То есть мы реально теперь верим, что мы увеличиваем количество музыкантов в мире. То есть мы реально верим, что это круто. Я как человек, который руковожу компанией, да и когда выпью пивка в пятницу, могу там позвать своих коллег и заставить их, чтобы они слушали, как я играю на гитаре. Я понимаю, что это круто. Не круто тем, кто слушает, а круто, когда я играю. Вот мне я играю, мне круто, музыканту круто, а слушать всем не факт. Смотрите, музыкант развивается в разных сферах. Музыка — универсальный язык, то есть коммуникация лучше. С девочками можно познакомиться и все остальное. То есть музыка — один кайф, в отличие от наркотиков до алкоголя, который имеет какие-то негативные последствия. Как работает конкретно на каждый день? Сейчас, одну секунду. Вот этот миллиард, да? То есть приходит тебе человек и говорит, слушай, метрика слишком высокая. Руководили какую-то команду, у которой высокая метрика. Метрика высокая, не могу достигнуть. Ты ему берешь, показываешь этот плакат и говоришь, чувак, наш цель — это миллиард. Мы с такой метрикой, как у тебя, к миллиарду не придем. Ну то есть высокие цели, они тоже несколько мобилизуют людей. Второе. У нас есть один смысл. Смысл существования компании Ultimate Guitar — служить музыканту. Смотрите, мы работали с гитаристами, и обзнаем про это все. Гитаристы — это самый массовый рынок. Сейчас мы работаем со всеми музыкантами. Как конкретно на наше решение влияет смысл существования компании? Смотрите, в этом году, как я сказал, компании 20 лет. Естественно, 20 лет надо отмечать. Собрался хурал о том, думать, а как мы будем отмечать. Естественно, давайте там «Танцы Роузы» пригласим, давайте тот, Шуру, Би-2, все остальное. Но дальше мы открываем смысл. Так, а мы для чего существуем? Мы существуем для музыкантов. А какая основная проблема у большинства музыкантов, клиентов Ultimate Guitar? А это в основном музыканты-любители. На самом деле их очень важная проблема, что им играть негде и некому. То есть музыканту-любителю, в общем-то, сыграть негде и некому. И тогда у нас возникает другая идея. Мы 20 лет отметим следующим образом. Мы во всех городах крупных, в Лондоне, в Нью-Йорке договоримся с барами, чтобы чуваков пустили, чтобы они могли пригласить своих родственников, друзей и всяких других чуваков, чтобы могли для них в баре сыграть. То есть это идет в русло чего? В русло смысла. Ведь мы кому служим? Музыканту. Дальше. Четыре ценности. Как я сказал, ценности — это то, как мы работаем каждый день. Ценность номер один, самая противоречивая. Называется, звучит так, Ultimate Guitar прежде всего. Честно, украденная ценность из предвыборной кампании Трампа, которая там была такая у него ценность, — Америка прежде всего. Америка first. То есть у нас ценность UG first. Что это означает? Это означает, что мы ищем людей, для которых дело — это прежде всего в их жизни. Это не очень нравилось нашей HR-службе, я честно скажу. То есть ты приглашаешь чувака, он приходит тебе, чтобы деньги зарабатывать, семью обеспечивать. А ты ему говоришь, а мы ищем людей, для которых дело прежде всего. Я тоже, честно говоря, сомневался, спорил с HR-службой. И потом у меня был такой случай. Мы в Калининграде находимся, и я в Польше был рядом. На выходных с женой, с детьми, дети там в песке капошатся. А я, естественно, сижу с телефоном и читаю письма сотрудников. То есть работает. Жена там сидит с бокалом, коктейлем. И я получаю такое письмо от сотрудника, что, «Чуваки, у вас, конечно, так хорошо, но что-то, блин, очень много от семьи времени отнимает. Конечно, все круто, цели высокие, интересные задачи и все остальное. Ну, блин, уж слишком много времени уделяю алтимейт-гитар». И я беру и показываю жене вот это письмо. И думаю, что она скажет? Ну, я думаю, сейчас скажет, вот, видишь, есть люди. Кто-то там понимает, а ты тут даже на отдыхе, сидишь с телефоном, читаешь письма сотрудников. А она мне говорит, слушай, да, я понимаю, о чем чувак пишет, но он не прав. Потому что у нас с тобой, благодаря тому, что для тебя дело прежде всего, у нас другой уровень, у нас другое окружение, у нас другой уровень отношений. Мы, конечно, можем себе больше чего позволить. И вообще наши крепкие многолетние отношения обеспечены тем, что дело для тебя прежде всего. И тогда, раз уж жена сказала, то, естественно, здесь первым пунктом. Алтимейт-гитар прежде всего. То есть это… Кстати, у меня есть другие принципы, я вам сегодня про них не расскажу, личные. Но если вы хотите получать удовлетворение от работы, то надо добрать умную половину. Если первая не очень умная, то, знаете, правило, да каждая следующая жена хуже предыдущей, начиная со второй. Начиная со второй. Илье Красинскому не понравилось. Так, это значит, это был UGFIRST. Так, делаем на золотую медаль. Для нас принципиально, смотрите, менеджмента у нас очень мало, плоская структура. Если менеджеры, основные чуваки не следят, то некоторые задачи решаются так себе, на троечку. Для нас принципиально все делают очень хорошо. Поэтому мы для себя договорились, что мы любую задачу делаем очень хорошо или не берем вообще. Вот так мы договорились на этом этапе развития компании, нам это важно. Вот, кстати, делаем на золотую медаль одна из самых часто употребляемых ценностей среди сотрудников. Вот они ее используют чаще всего. Не ссать. Значит, да, важная для нас ценность. Почему? Смотрите, идет большой рост компании, идет большой рост компании с точки зрения количества людей. Людей становится много, а у нас плоская система, у нас менеджеров мало. И это, честно говоря, безозовская тема. То есть тема следующая. Если изменения можно откатить, то не надо его со мной согласовывать. То есть с нами надо согласовывать только необратимые изменения. И это выражается в ценности не ссать. Не ссы, если что, откатим. И четвертое, принципиальная для нас вещь. Мы работаем результатом каждый день. Как работают все команды Ultimate Guitar? Каждое утро, каждая команда Ultimate Guitar собирается на 20 минут возле белой доски и записывает тот результат, который будет выдан в конце дня. А в конце дня, когда результат выдан, пишут там друг другу письма. Что было сделано? То, что приближает метрики. А все команды у нас завязаны на метрике. То есть мы не работаем двухдневными, трехдневными или четырехдневными результатами. Мы работаем результатами каждый день. То есть если говорить про высокую цель, о которой говорил в начале «Миллиард музыкантов», то идем мы к высокой цели каждый день через то, что каждый день мы доставляем результат. И тот результат, который заточен на метрику команды, в которой ты находишься. Самый главный вопрос. А как понять, что люди разделяют или принимают ценности? Какие есть варианты? Как понять, что люди ваши ценности эти приняли или разделили? Вот девушка, девушка, молодец. Нет другого на самом деле варианта, кроме как следить за тем, что они говорят. Вот есть четыре ценности, которые я вам озвучил. У вас могут быть свои, это не важно. Важно, что те люди, с которыми вы работаете, которые должны ценности разделить или принять, они начинают употреблять эти ценности в своей разговорной речи. Они начинают употреблять эти ценности как аргумент в своих конфликтах, конфликт я здесь в хорошем смысле имею в виду, с коллегами. Это аргумент, ты сделал плохо, потому что это не на золотую медаль. Какой твой сегодня результат, который нас приблизил к метрике? Сегодня результат. Он скажет, ну я завтра доделаю, нет, а нам сегодня надо. Мы работаем результатами каждый день. Это первая стадия. Вторая стадия, за которой вы можете следить. Они должны начать употреблять ценности в письменной какой-то речи. Начать их употреблять в письмах. Мы работаем в конфликтах, в базе знаний. Все время идут какие-то переписки, обсуждения. Там должны появиться ваши ценности в обычной речи ваших сотрудников, когда они не следят за ней. И третье, самый вышаг, это когда ваши люди начинают употреблять ваши ценности в общении с другими людьми, теми, кто не работает в компании и не понимает. Вот я вам пример сейчас приведу. Вот он. Смотрите, это наш дизайнер. Она выложила в фейсбуке пост. Она заказывала такие карточки. У нас была такая компания по адаптации сразу большого количества людей. И каждый чувак, который к нам приезжал, а все люди у нас были из Питера, он получил карточки. Карточки, кстати, с ценностями. И она пишет, что козлы типография плохо распечатала, плохо распечатала карточки. И она пишет, видите, в своем фейсбуке уже для всех, что сделать свою работу на золотую медаль еще ничего не значит. Она говорит про себя. Если кто-то в вашей команде делает ее не так. Она считает типографией своей команды в данный случай, потому что она зависит от типографии. Вот она начала употреблять ценность уже в фейсбуке в разговорах с людьми, которые не работают в компании. Как продвигать ценности? Много есть способов, но есть четыре основных. Первое – это ритуалы. Наше движение к большой цели идет каждый день за счет ритуалов. В компании Altium Guitar очень много важных ритуалов. Все они соблюдаются. Ежедневное планирование, недельное планирование, хэппи-ауэр. Знаете, что такое хэппи-ауэр? Мы работаем шесть дней в неделю. Каждую субботу в два часа у нас накрываются легкие напитки и легкие закуски для того, чтобы люди могли пообщаться с умными людьми на темы, не связанные с работой. А кроме того, во время хэппи-аура все ответственные дают обратную связь своим людям. Хэппи-аур тоже про ценности, потому что ответственные дают обратную связь своим людям в соответствии с ценностями. Поведение руководителей. Но здесь ничего не обсуждается. То есть в первую очередь руководители должны вести себя в соответствии с ценностями. Амбассадоры. У нас есть такие роли в компании. Амбассадоры. Те люди, которые занимаются продвижением ценностей вовне. То, что я делаю сейчас перед вами. Да, я амбассадор. Я продвигаю ценности Altium Guitar. И есть люди, которые продвигают ценности внутри. Это важная роль. И в personal development плане, в плане личного развития. Если ты амбассадор, ты должен продвинуться в публичных выступлениях или в какой-то штуке, которая поможет тебе продвигать ценности вовне или внутри компании. И поощрение и выговоры. Поощрение и выговоры должны быть четко в соответствии с вашими ценностями. Тогда они будут проще продвигаться. Все, готов к вопросам. Большое спасибо. Все, я вижу. Бросаю. Кстати, смотрите, пока ты бросаешь. За лучший вопрос. За лучший вопрос. Карточка на 3000 рублей от Озон. То есть, ты решил не задавать? Вы участвуй. Да, в общем вопрос в том, как происходил вообще процесс определения этих ценностей. И второй немножко связан с этим. Были ли какие-то факапы относительно того, что вы решили ценности есть, а дальше на команду их как-то определить, а команда может не приняла. Или сразу всем все ок и все good. И может быть были еще какие-то ценности, которые могли бы что-то еще принести, а вы как-то их вот взяли и не приняли. Крутой вопрос. Первое. Как делали? То есть, я взял ту книжку, которую я вам сначала показывал. Мы собрались с командой основных чуваков. С нами поехал фаундер. Мы уехали за границу в отдельный дом. Сели. И там два дня спорили о том, что из этой книжки попадет в те вещи, которые я вам показал. В те четыре или пять основных ценностей. Мы предложили свои варианты, потом отдали это фаундеру. Он еще на один день попал и принес нам тот список, который я вам дал. В конце концов, это ценности фаундера и ключевых чуваков, которые работают в компании. Второй вопрос. Были ли факапы? Смотрите. Мы определили первый список. Он не совпадал с этим. То есть, мы начали работать несколько месяцев и мы увидели, что, например, одна ценность, она как бы слабовата. Ее тяжело объяснять. И она тяжело применяется с точки зрения, мы работаем по ценностям каждый день. Мы провели замену. Не буду говорить. Окей. Спасибо. Спасибо за доклад. Я здесь. Вот про принцип, связанный с все делать на золотую медаль. Как понять, что действительно здесь не доработало, а здесь ты прям классно сделал. Объясню на примере. Иногда так бывает, что когда ты все на 100% делаешь, это простая очень дорожка к неврозу. Когда ты постоянно какой-то маниакально что-то пытаешься допиливать, хотя, с другой стороны, некоторые любят подход, что выпускаешь какую-то маленькую жизнеспособную вещь, смотришь, как она, и дальше сам рынок тебе диктует, как двигаться. То есть, вот это на пятерку не загоняет ли люди в команде друг к другу такими высокими требованиями? Как это? Хороший вопрос. Первое. Ultimate Guitar — это совокупность самоорганизующихся команд. Внутри команды люди подотчетны друг к другу. И вот поскольку подотчетны друг к другу, они между собой решают, это на золотую медаль или нет, для этой конкретной команды. Понимаете, что у каждой команды есть командная динамика. Новую команду, которую мы соберем, у нее будет золотая медаль одного уровня, а команда, которая проработала 5 лет, у нее будет золотая медаль другого уровня. Это они решают между собой. Вот туда я не лезу. Тут, там решает команда. То есть, если у команды плохая золотая медаль, то команда идет нафиг. Понимаешь, не может быть, что значит, плохая или неплохая. Если ты собрал молодых чуваков, совсем молодых, совсем зеленых, у тебя к ним одни требования. Дело в том, что, смотрите, с точки зрения командной динамики команда проходит определенные стадии, и ты их перепрыгнуть не можешь. Невозможно собрать зеленых чуваков трех, которые вместе не работали. Чтобы они стали сразу исключительно эффективной самоорганизующейся командой. Для этого у них есть командный менеджер. Я, кстати, хороший командный менеджер, если что. Который ведет их по этой командной динамике. Соответственно, золотая медаль зависит от стадии, на которой находится эта команда. Поэтому она не хорошая, не плохая. Это стадийная часть. Привет, я здесь. Если не секрет, назови свои личные принципы. Интересно, совпадают они или дополняют принципы компании? У меня нет своих личных, ну в смысле, я не составлял список своих личных принципов, но я составлял пункты, которые помогают мне каждый день на работе получать удовлетворение. И у меня получилось там пунктов 25. Поэтому это довольно большой рассказ, минут на 40. Но умная вторая половина один из них. Привет. Такой вопрос. Как вы эти принципы транслируете в найме, возможно в вакансиях, на собеседованиях? И как часто вы ошибаетесь, что вы взяли, допустим, человека, а через два месяца понимаете, что он вообще не call to fit и он не подходит вам? Смотрите, у нас найм, он практически сейчас переходит на уровень команд. Поэтому команды со себе подбирают людей. И соответственно они, а поскольку сейчас команды хорошего уровня, поэтому они в общем-то как-то выбирают. Поэтому что на уровне найма? Мы не врем, мы говорим как есть. Вообще людям лучше говорить вначале всегда правду, чтобы потом у них не было сюрпризов. Потому что мы работаем шесть дней, но мы говорим, что мы работаем шесть дней. Можно сказать, что мы пять дней, а потом оказывается шесть. Так не надо. Можно вопрос такой. Смотри, на самом деле известно, что люди не являются суперменами. Нет ни одного супермена по правде. И известно, что люди профессионально выгорают, если они прям обязаны каждый день достигать результатов. То есть техники приведения головы в порядок говорят, что иногда надо позволять себе отдых, и надо его позволять себе сознательно. И даже если этот день приходится условно на рабочий, то ты должен честно сказать, чуваке, я сегодня вообще не в форме, я ничего не смогу дать, я не знаю, я пошел домой. Как вы с этим вообще справляетесь в таких принципах? Ну смотри, в принципе каждый день результат, не описан его объем. Да, во-первых, я с тобой согласен, так оно и есть. Что касается персонала, так скажем, линейного, это вообще решается на уровне команды. Что касается тех людей, с которыми я непосредственно работаю, с ответственными. Да, ответственный может сказать, что он сегодня не может, но хотя бы один ритуал он проведет. Может пообщаться с пользователями и сделает, главное, какой-то из этого вывод. Или он проведет цинкин ауэр, то есть один на один час с собой по какой-то теме и напишет какой-то список, что он там придумал, не знаю, про бэклог думал, про какую-то конверсию думал. То есть он один ритуал всегда сможет потянуть, если он прям так устал. Ну пойдет, отдохнет, что-то одно сделает, если это рабочий день. Привет. Поскольку я понимаю, те ценности, которые вы описали, именно сформулировали, на самом деле они же были. Они где-то на подкорках были, они где-то вылетали в воздухе. А что сделать, например… Ну, соответственно, и это получилось естественно. Вы просто это формализовали, чтобы стало легче. Правильно? Да. А в чем вопрос? Вопрос в том, а что если топ-менеджмент компании понимает, что сейчас компания начинает идти не туда, куда хотелось бы, начинает придумывать, формулировать ценности, которые сейчас уже расходятся с текущей ситуацией, с текущим майнсетом людей. Потому что если сверху ценности культура начинает спускать, оно же не работает. Это же нужно как-то по-другому делать. Хочется услышать мнение как. Хорошо. Смотрите, давайте сначала про ценности. У компании ценности не может быть, она же не живой организм. Ценности компании – это ценность ее людей. Дальше. В компании есть какие-то чуваки, которые… Как мы это делали? Которые, так скажем, самые авторитетные. Причем не обязательно, что они занимают какие-то позиции, тем более, что у нас очень плоская компания. Как мы сделали? Мы взяли честно ценности фаундера и ценности основных чуваков, которые мы уже разделяем, как ты сказал, и предложили. Чуваки сказали, вот мы будем работать так. Если вы разделяете, не то что разделяете, если вы готовы принять, то welcome. Смотрите, как рассуждает любой человек, да и мы с вами, когда принимает такие решения. То есть у него есть такой баланс, типа он больше отдает, чем получает, или он меньше отдает, чем получает. Если работа по этим ценностям в любой компании, если работа по ценностям компании с точки зрения человека, это больше отдавать, чем получать, он все равно от нее уйдет. А если вы всякими другими способами сделаете так, что персональная заинтересованность человека, работа в этой компании, в этой команде и разделяете ценности, он получает больше, чем отдает, тогда он останется. Все, большое спасибо. К сожалению, время уже вышло, поэтому следующие вопросы задавайте в кулуарах. Спасибо большое, чуваки. Так, стоп. Подарок. Я первый вопрос был самый такой четкий по делу. Александр.